В Екатеринбурге стартовал специальный исследовательский проект к 75-летию Великой Победы. Я смотрю на фотокарточку для детей от 8 лет, а также их родителей. И к нам уже присоединились Валерия Бармина, руководитель отдела детских программ Ельцин-Центра. Доброе утро. Здравствуйте. И Евгения Капитанихина, руководитель пресс-службы Ельцин-Центра. Доброе утро. Расскажите, что у вас за проект? Проект посвящен... Цель и задача его. Спасибо. Проект посвящен в первую очередь восстановлению памяти. С нашей точки зрения, историческая память, она сохраняется в первую очередь в семье. И нам бы хотелось, чтобы вот эти документы, которые сохранились во многих семьях, эти фотографии, эти семейные архивы, в том числе связанные с Великой Отечественной войной, обрели вторую жизнь уже в цифровом формате. И существовали бы не только в виде таких важных и ценных документов, которые хранятся в семье, но существовали бы и в интернет-пространстве. Это одна цель. Вторая цель заключается в том, чтобы дать ребятам возможность действительно прикоснуться к истории через историю собственных предков, через историю своей семьи, через те переживания, которые выпали на долю участников Великой Отечественной войны. А это не слишком рановато? В самый раз? Рановато вы имеете в виду возраст? Я про возраст, да. Возраст? Я считаю, что нет. Я считаю, что это самое то время, тот самый возраст. Чтобы зародить, да, что-то внутри. Во-первых, с моей точки зрения, оно уже зарождено внутри. Во-вторых, интерес к предкам, он именно в это время и просыпается. Это просто я могу сказать, как человек, который много времени проводит с детьми и работает с детьми. То есть интерес к истории своей семьи, он просыпается именно в это время. Восемь лет, мы, может быть, и в семь лет начали, но в восемь лет человек просто лучше пишет, чем в семь. Вот по поводу того, что кто лучше пишет, я вам скажу, что я не знаю, сколько лет этому человеку, который... Вот посмотрите, какой раньше был почерк. Идеальный просто. Ну, серьезно, очень красивый. Это почерк канцеляриста, да. Да? А расскажите, вот все принесенное, это вот сейчас откуда это взято? Можно ли как-то тоже поучаствовать? Ждет ли вы экспонаты? Мы ждем, нам они необходимы. Давайте я по порядку буду отвечать на вопросы. В первую очередь, то, что мы принесли, это, собственно говоря, фотографии наших семей, семей наших сотрудников. Потому что на самих проектах эта идея очень сколыхнула, и мы начали работать с собственными семейными архивами. Например, вот сейчас эта фотография в начале рядового, потом младшего лейтенанта Тюльбава Александра Ивановича. Это прадед одной из наших сотрудниц. А вот это второй ее прадед, Нагоркин Иван Гаврилович. А третий наш сегодняшний герой, собственно, тоже очень близкая мне история оказалась, потому что я рассказала дома, и выяснилось, что достаточно много документов осталось от самой свекрови Виноградова Ивана Прохоровича. Это вот он, да? И его документы на... Это временное удостоверение на награду. За отвагу. За отвагу. Он, собственно, был призван, когда свекровь моя была совсем крошечной, ей не было еще и года, и, собственно, она не помнила своего отца, и даже в 80-х годах они узнали, где он похоронен, но он погиб под Ригой. Да, вот есть защита. Но здесь еще одна такая неожиданная связка. А это печатная, можно я... Это уже 70-80-х годов. Справка дана Виноградовой Марии Гавриловне в том, что ее муж ГВ... Гвардия. Гвардия и рядовой Виноградов Иван Прохорович, 1896 года рождения, находясь на фронте Великой Отечественной войны, погиб 20 сентября 1944 года. И вот здесь неожиданная такая, вдруг такой неожиданный мостик в современность. Его правнук, внук, правнук, да, родился 20 сентября. Вот оно как. День смерти деда. Вот. Много лет с гостями. Я вот всегда говорю, что Бог общается с каждым из нас через людей, которые окружают. Поэтому так важен этот проект с нашей точки зрения. Скажите, сколько этот проект продлится? Потому что он приурочен к Великой Отечественной войне. Во-первых, он приурочен на его презентацию. Нам бы не хотелось, чтобы проект прекращался, но я сейчас туда обозначу все хронологические рамки, да, все сроки. Мы принимаем заявки на участие в проекте на почту kidssobaka.ru. Это все размещено на нашем сайте. До 2 марта, но мы можем и продлить прием заявок еще примерно на неделю. Что означает заявка? На этот адрес электронный отправляется список тех материалов, которые есть в семейном архиве. И небольшое эссе, почему человек 8-летний, 10-14-летний хочет участвовать в этом проекте. После этого, начиная с 3 марта, мы уже начинаем, собственно, работу. Работа у нас большая, начиная с исторической подготовки и заканчивая, собственно, мастер-классами по реставрации бумажных артефактов и фотографий. Презентация проекта пройдет 8-го либо 9-го мая, но это очень важная часть. Проект будет сформирован таким образом, что ребята, которые в нем участвуют, смогут дополнять своей странице, своей семьи и в последующем. И нам бы не хотелось останавливаться только на периоде Великой Отечественной войны. То есть можно расширить историю своей семьи как в довоенный период, так и в послевоенное время. Нам бы хотелось, чтобы проект продолжал жить. А взрослые могут присоединиться? Могут. То есть, на самом деле, нет ограничений, в 60-е все равно идут. Мы пишем от 8 лет. Если вам больше 8, даже если вам меньше 8, я не знаю, это участие бесплатное. Это участие бесплатное. Вот все, что нужно, я уже вам перечислялась. Иметь. Иметь архив. Иметь архив и свое желание. И написать нам об этом. Ну, то есть, если вам текст покажется неубедительным, то вы не примите ничего. Нам не может текст показаться неубедительным. Потому что, если это пишет ребенок, мы это сразу увидим. То есть, нам бы не хотелось, конечно, чтобы родители за ребенка писали. Нам бы хотелось, чтобы это написал ребенок. Пусть это будут два предложения. Но это будут его личные два предложения, его искренние отношения, его мысли. И мы уже, мы будем рады любому тексту. Мы не будем оценивать их. Как раз возможность восстановить связь времен, потому что мы сейчас общаемся немного на другом языке, другими средствами. И я еще раз подчеркну, что итогом этого проекта станет сайт, который можно будет дополнять. То есть, все материалы будут с помощью специалистов и самих участников проекта сохранены, грамотно оцифрованы и изложены в историю, которую смогут читать не только наши современники, но и, мы надеемся, наши потомки. Потому что если вернуться к Ивану Прохоровичу, у него 20 внуков, и уже есть и правнуки, и праправнуки. Я думаю, что для этих людей это очень важно, остаться в истории и понимать, откуда их истоки, и понимать такое важное событие. Давайте вместе составим вот это вот, заполним и наполним ту платформу, которую мы можем сделать не только в Екатеринбурге. Конечно. В принципе, это же потом будет проект разрастаться и станет... Это проект, который может разрастаться. В общем. В этом и есть, мне кажется, тоже один из основных его смыслов. А можно ваш сайт повторить нам, чтобы все прямо сейчас прошли? Сайт Ельцин-центра. Ельцин.ру. Все же просто. Мы вас приглашаем присоединиться к акции. Я смотрю на фотокарточку. У нас в гостях был руководитель отдела детских программ Ельцин-центра Валерия Бармина. Спасибо, что пришли. И Евгения Капитанихина, руководитель пресс-службы Ельцин-центра. Спасибо вам огромное. Будем рады видеть вас в нашем проекте. Ждем вас на нашем проекте. Я в прекрасной компании. Три дамы, я тут один. Сейчас четвертая присоединится. Водянова. Ну, она не то, чтобы придет. А жаль. Но о ней у нас следующий как раз сюжет, наша звездная история про Наталью.